и теперь переходим к теме совет администраторам в общем-то это практические советы что стоит делать да если у вас есть в организации аргис сервер он активно нагружен да и так чтобы он не отказал собственно первый организационный момент казалось бы банальный но очень важный что обычно у нас по-разному может быть выстроена администратор сервер может быть автоматически и картографом и публикатором издателем данной торги сервером а могут быть разные пользователи кто-то администрирует аргис сервер кто-то публикует туда карты так вот те люди которые публикуют на аргис сервер карты должны понимать логику работает в аргис сервера дабы не сделать так что это аргис сервер станет менее производительным да то есть то что рассказывал в первой части в начале павел сапанов про оптимизацию это во многом необходимо как администраторам чтобы они понимали да вообще что надо делать с картами и если видят что какая-то производительность снижается что значит надо искать причины в картографических сервисах так и для издателей чтобы они правильно публиковали а не так сказать как придется вот соответственно должна быть очень такая плотная связь этих двух категорий пользователей и плюс администратор гис сервера должен понимать специфику работы с пространственными данными да то есть это не просто таблицы здесь нужна оптимизация в том числе на уровне геометрии да то есть геометрия объектов мы работаем с пространственными данными соответственно первый совет следить за работоспособностью сервисов то есть временем их отклика на запрос количеством занятых ресурсов это оперативная память цепу и вовремя реагировать на это какие инструменты у нас есть есть инструмент стандартные враги сервер менеджере который появился с версии 10 3 это так называемая статистика да когда мы в графиках выводим показатели есть еще более продвинутый инструмент системы не то скачивается отдельно ставится отдельно через веб-приложение просматриваем более детальную статистику плюс что самое приятное можно настроить уведомления для отправки на почту да то есть с какой-то показатель превышен на почту администратору шлется письмо да там что количество оперативной памяти сократилась там до минимального возможного ну давайте посмотрим на это сразу сейчас захожу арги сервер менеджер раздел журналы здесь традиционно как бы доступ к информации с логами сообщениями по работе сервис но они выводятся построчно на то есть здесь посмотреть ну данном случае никаких предупреждений нет за последний час а версии 10 3 появилась еще кнопочка статистика в общем нажимаем статистику сейчас она загружается вот у меня появились здесь графики графики мы создаем сами путем создания нового отчета новый отчет выбираем набор сервисов и говорим какой тип ну например тип вывода информации общее число запросов среднее время ответа максимальное время ответа время ожидания и так далее то есть таким образом под определенные сервисы мы можем или под все сервисы настроить отчет в итоге эти отчеты будут выводиться в раздел стать со статистикой при этом допустим тех же уведомлений на почту здесь нет ну и как бы такое суммарные суммарное отслеживание процесса может быть не самым удобным для того чтобы это было более так скажем изящно можно воспользоваться утилитой систем монитора в общем ставится она за пару часов скачивается по ссылке которая есть презентации открывается виде веб-приложения но ты сейчас ее открыл значит сейчас это основная панель красная означает какие-то оповещения можем перейти на них мы видим да что у меня здесь оповещение настроено по типу что размер оперативной памяти меньше четырех гигабайт стал в общем-то мне на почту автоматически шлется уведомление также у меня здесь подключен оргис сервер мой точнее их даже тут два но сейчас мы посмотрим на наш основной демонстрационный можно настроить период выборки давайте за сегодня 9 утра так как мы активно показывали демонстрации вот есть здесь нагрузка на сервер есть время ожидания далек был какой-то скачок когда какой-то сервис тормознул какой ты по той или иной причине надо будет его дальше проанализировать количество транзакций то есть обращение да то есть он увидите у нас росло-рослое с каждым часом все больше и больше и количество свободных ресурсов то есть насколько был занят сервер производительность сервера понижалась и повышалась то есть сначала он был не сильно сначала допуст был освобожден потом было все больше и больше занятых ресурсов и в общем то мы увидим такую статистику это общая статистика по всем сервисам дальше мы можем от нее отойти и выбрать например топ самых 10 популярных сервисов на данный момент в выбранный период и посмотреть по ним ту же самую статистику уже сравнительную видим что у нас здесь какой-то из сервисов сейчас больше всего времени отнимает и это как раз таки сервис поиска возможно этот сервис как раз таки по таймеру сейчас на запустился в какое-то время да и выполняет индексирование соответственно больше всего отъедает ресурсов или например по количеству транзакций но здесь у нас распределено более-менее равномерно да но какие-то сервисы больше заняты какие-то меньше в общем то такого рода статистика причем не только по аргису но можно подключить и базу данных и определенный сайт да и в одной системе отслеживать в том числе и просто свой компьютер смотреть точнее компьютер-сервер да где стоит торги сервер за оперативной памятью и загрузка cpu вот кстати вот да вот этот алерт у меня настроен что размер оперативной памяти меня вот всего три гигабайта свободного так очень удобный инструмент рекомендую двигаемся дальше дальше скорость работы документы карты ну павел уже упоминал об этом только он упоминал в разрезе как бы десктопа тут важно заметить что если вы создали карту и в арк мэпе вы когда с ней работаете она медленно перерисовываются до свои не ожидайте чудо что в арги сервере это будет гораздо быстрее да там будет чуть быстрее потому что арги сервер он оптимизирован до больше под ну во первых он 64-разрядный плюс сама машина наверно будет более мощная чем ваша настольная но если карта рисуется на десктопе медленно то и на сервере она будет порционально медленно соответственно для этого надо тестировать наши mxd документы утилитами mxd перфстат или перф перфкю аналайзер ну и здесь тоже стоит сразу показать как это выглядит в общем то обе эти утилит скачиваются в сложности в установке нет идем на компьютер в общем то начнем с mxd перфстат это общем то программка экзешник под разные версии так давайте я щас увеличу экзешники под разные версии аргиса соответственно прописываем единственный ее нюанс да что ее надо запускать через командную строчку прописываем где лежит документ карты тут у меня уже выполнялась память вот эта команда то есть запускаем сам инструменты указываем где лежит документ карты он проходится по этому документу карта по всем масштаб масштабом и выдает нам отчет отчет виде ну в интернет-эксплойере можно открыть xml документ так чтобы сейчас весь показать надо уже выйти из полного просмотра так как он выглядит выглядит как табличка сводная по масштабам здесь указан масштаб во второй колонке название слоя и время отрисовки видите 0,4 секунды то есть полсекунды это достаточно много и тут сразу рекомендации что во-первых большое количество объектов то есть может быть количество вертикс количество объектов стоит сократить и умные у нас идет перепроецирование на лету то есть проекция на которой отображается одна а проекции данных другая то есть приходится время затрачивать на перепроецирование и суммарное время отрисовки такой карты полторы секунды чуть меньше полутора секунд соответственно если мы выполним рекомендации по вот этому инструменту мы автоматически можем увеличить скорость отображения нашей карты соответственно и враги сервере она станет отображаться быстрее еще был упомянут инструмент первки аналайзер он более интуитивно понятны с точки зрения того что он добавляется враги с дэстоп единственное что если mxd перф стат сразу проходится по всем масштабом автоматическом режиме то здесь справка выводится только когда мы сами вручную вы меняем масштаб да и после этого он добавляет этот инструмент статистику ну в общем то здесь кому как удобно в принципе они выполняют одинаковую роль и кажется здесь этот инструмент еще не дает подсказки если я не ошибаюсь вот соответственно mxd перф стат может быть с точки зрения подсказок добыть более удобен вот после оптимизации карты можно ее публиковать на сервер опять же второй пункт случае сложных векторных карт и и космоснимков создавайте кэш в общем то это такое ключевое правило что не надо большую космосъемку публиковать как она есть если вы хотите использовать виде подложки ее надо именно кэшировать точно также с векторными картами если это не обновляющиеся данные а просто как подложка то ее также надо кэшировать для оптимизации скорости отрисовки но это прям ключевое как мантра да делайте бэкап и в общем-то в аргис сервере сервисе 10 2 появились вообще готовые скрипты да то есть не надо ничего выдумывать backup я и restore 5 в общем то там все прописано берете их либо запускаете вручную либо проще всего добавить штулер то есть в планировщик задач windows чтобы он автоматически стал бы копы но надо понимать чтобы как бы копируется именно настройки аргис сервера они ваши данные то есть если у вас данные хранятся суббд то задача бэкапов суббд это задача администратор суббд но если вы по совместительству администратор суббд то отдельно занимаетесь бэкапами в суббд это конкретно речь о бэкапах аргис сервер собственно что входит резервную копиру это все настройки сервисов это пути откуда тянутся данные и если у вас при публикации данные автоматически копируются внутри арги сервера то и эти данные да но это делать не рекомендуется об этом чуть позже поговорим что в общем то не бы копируется это как раз таки наши логи журналы не не задается бэкап о с кэшем да то есть когда кашируете карты они хранятся в отдельной папочке копированием кэша вы так как бы занимаетесь отдельно то есть бэкап аргис сервера это прежде всего бэкапа настроек аргис сервера но это очень большая работа по настраиванию аргис сервера поэтому создать бэкап вообще не лишнее дальше увеличите размер памяти для сервера приложения вот это более такая сложная настройка надо зайти в режиме администрирования аргис сервера и изменить так называемый hip-size или по-русски это звучит как размер кучи как бы странно не звучало но в общем-то 256 мегабайт по умолчанию но если у вас опубликованы больше 10 рабочих сервисов то рекомендуется увеличить до по сути гигабайт здесь что стоит ответить отметить да то есть когда мы ставим аргис сервер то в нем по умолчанию уже зашит веб-сервер а почта мкад ну в общем то это вот по сути настройка для этого веб-сервера до увеличения размера памяти для сервера приложений следующее гипер трейдинг то что относится именно к серверу именно физическую как машине то есть нас есть аргис сервер базовая лицензия подразумевает установку на четыре физических ядра соответственно если вы запустите диспетчер задач windows и у вас стоит процессор на в системе intel core i7 xeon и там другие модификации то у этих процессоров так называемый гипер трейдинг то есть количество процессов вот как здесь показано их 8 хотя физических ядер четыре то есть физическое ядро делится на два процесса средства у нас всего получается 8 процесс 8 поток вот вы когда покупаете лицензию на 4 ядра это именно 4 физических ядра при этом обслуживаться арги сервер будет 8 потоками зачем это надо знать сейчас следующий слайд для того чтобы понимать зачем об этом знать когда мы публикуем сервисы у него есть настройка минимального и максимального числа экземпляров инстанцев так называемых так вот инстанс это по сути как поток да то количество минимальное и максимальное число зададите какое для каждого сервис столько на такое количество потоков и будет разбит этот процесс ну например у меня здесь в примере показано двоечка до максимальное число инстанцев что это такое пример у нас есть супер популярный сервис которому обращаются каждую минуту там 100 200 300 и больше пользователей соответственно они просят отдать им какой-то кусок карты все пользователи смотрят разную территорию да совершенно разные кусочки карты с нарги сервер всем должен выплевывать вот эти отрисованные наборы данных а если если бы этим процессом занимался только один поток цепу да соответственно он мог бы не справляться с нагрузкой ну пусть им пришел пользователь пока ему отрисовывается второй пользователь уже тоже хочет получить карту он встает в очередь вот чтобы в очередь не вставать разделяем по потокам чтобы например было сразу одновременно на один сервис 8 потоков обслуживаю обслуживался было восьми потоками соответственно очередь бы сокращилась в этот момент сокращается пользователи быстрее получают данные но здесь нюанс да что все 8 потоков начинают обслуживать один сервис другие пользователи могут в этот момент почувствовать снижение производительности поэтому здесь тонкая грань между настройкой максимального минимального часа экземпляров с учетом других пользователей до возможно в какие-то моменты надо поднимать этот показатель в какие-то уменьшать но например минимальное число экземпляров это то число которое постоянно работает для сервиса при этом сервис может быть такой что его только утром запускают ну то есть какая-то карта которую только утром просмотрели потом весь день не пользуются для такого для такого случая можно минимальное число ставить 0 это что означает что когда им не пользуются этим сервисом выделяться как бы все время поток под это выделяться не будет и соответственно для других сервисов останется больше 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 ресурсов процессора в общем-то тонкая настройку которую рекомендуется делать дальше в аргис сервере есть такой компонент под названием в об адаптер опять же его стоит использовать почему хотя аргис сервер установив его даже грубо говоря без в об адаптера начинает работать по порту 6080 при этом когда у нас большое количество идет обращение к серверу выстраивание очереди удобнее выполнять через стандартный веб-сервер например из соответственно чтобы это сделать нам надо поставить в этот в об адаптер и тогда в об адаптер вместе с веб-сервером будет обслуживать пол запросов и они уже будут поступать последовательно аргис сервер соответственно будет более правильное распределение управление запросами и через в об адаптер мы можем отключить функцию администрирование извне то есть у нас локально сервер стоит внутри и составим в об адаптер то мы можем либо разрешить вход в аргис сервер менеджер допустим из интернета либо запретить в общем-то это удобно ну и кто пользуется портал фаргис сервером не надо ставить один в об адаптер на оба этих приложения то есть один отдельный веб-адаптер ставится на портал отдельный в адаптер на аргис сервер так ну я тут уже маленько больше времени захватила сейчас быстренько пройдусь cookbook это автоматическое развертывание платформа аргис очень-то интересный инструмент он рабочий на гитхабе его можно найти вот по ссылке указав пути где лежит на столяшка лицензии и необходимые забив настройки там названий система этот cookbook может автоматически поставить вам аргис сервер портал в об адаптер и все это между собой сконфигурить ну в общем то для каких сложных производственных конфигураций на этот инструмент не подойдет но в целом очень удобная вещь мы пробовали на одной машине все кубок развернул всю систему настроил ее это произошло буквально за час да то есть поставили пошли на обед то есть это реальная такая ситуация пришли аргис сервер работает портал работает можно начинать публиковать с дестопа сервиса здесь три точно и для есть четыре новой версии cookbook должна быть дальше необходимо следить также за местом на диске где установлен аргис сервер да то есть что о чем идет речь что публикует данные и не задумываясь где они хранятся может происходить автоматическое копирование всей базы геоданных внутрь аргис сервера соответственно администратора может возникнуть головная боль от почему его размера его диска где стоит аргис сервер резко начал бывать размер свободного места может быть это вызвано тем что издатели не понимают процесс публикации да где хранятся данные что такое зарегистрированные папки и базы данных и данные улетают внутрь аргис сервера соответственно объем его размер разрастается размер жесткого диска остается постоянным соответственно почувствуем проблему ну вот в общем то в опять же в арге сервере есть кнопочка запретить копирование данных на сайт при публикации сервиса то есть в этом случае издатели при публикации и если папка не зарегистрирован аргис сервером то есть они будут видеть ошибку в анализаторе что нельзя опубликовать потому что у вас вот ваша база геоданных она аргис сервера не видна скопировать его внутрь не могу потому что администратор это запретил в общем то полезная вещь на самом деле может быть так ну давайте это пропустим восстановление основной учетной записи администратора в общем то кто не знает при установке аргис сервера мы создаем первичную учетную запись администратора при этом могут навалиться дела и вы забудете что какой логин пароль в этом вели при первой установке аргис сервера вот в общем то эту учетную запись чтобы аргис сервер не сносить и ставить заново можно восстановить зайдя на машину в программ файл с аргис сервер tools и там команда password reset в общем справки можно посмотреть какую команду выполнить чтобы узнать либо логин либо полностью скинуть пароль дальше важная вещь для администраторов это настройка производительности отказа устойчивости на основе нескольких машин то есть есть так называемые кастера серверов когда мы не один аргис сервер используем а несколько ну самый такой способ это active active покупаем вторую лицензию арги сервера объединяем их в кластер и теперь двор не сервер обслуживают одни и те же задачи если один отказал второе его подстрахует автоматически либо нагрузка просто распределяется когда они оба работают или конфигурации актив пейси она более сложная с точки зрения администрирования да потому что нам надо отдельно дублировать данные конфигурации но здесь какой нюанс что согласно как бы правилам вторая машина должна быть остановлена то есть по сути выключена да и она запускается только если боевая машина отвалилась но в этом случае нам не требуется приобретение второй лицензии арги сервер то есть можно с одной лицензии сделать такую конфигурацию актив пейси опять же она сложна в администрирование получается так еще важно сказать так как количество пользователей портал в бобилда растет про некоторые сказать особенности первых портал стал как бы вечным до вечная лицензия с арги сервером идет дальше отдельно код для активации устан и установки отдельный код активации до установки для портала существует то есть когда вы купили арги сервер с версии 10 10 3 или обновили до версии 10 3 вы отдельно у нас можете запросить код активации для установки еще портала через портал опять же таки если вы не хотите использовать аргис онлайн и может быть управление лицензиями аргис провестись и внутрь портала входит конструктор приложение на джава скрипта которому много рассказываем в бобилдер код портал имеет некоторую скорость выходы да там несколько раз в год а в бобилдер обновляется чаще вот самую последнюю версию можно скачивать с сайта девелоперс аргис точка ком и ее устанавливать привязывать к существующему порталу при этом количество инструментов в этом в бобилдере будет другое потому что вы скачали самую последнюю версию нежели обстроена внутрь портала так ну и здесь некоторые особенности работы с портальными инструментами аргис дата store ну это я наверное уже оставлю на самоизучение и что самое важное вот эти фишки администрирования можно узнать на курсах по администрированию арги сервера которые пройдут ближайшие 20 20 22 апреля так что приглашаем будем рады рассказать ну и по традиции справка на все те ресурсы о которых я рассказывал со ссылками спасибо за внимание